ПЕСНЯ Эта история произошла здесь, в ресторане Кикивичи, ровно в девять вечера. В это время у нас всегда очень много народов. Извините, пожалуйста. Прошу вас, третий столик направо. Видите ли, нам бы очень хотелось занять кабинку. Тогда обратитесь к старшей. Можете занять этот кабинет. Прошу вас. Спасибо. Теперь мы можем спокойно поговорить за раз в год. Извините, хочу предупредить, что в случае необходимости должна буду подсадить к вам небольшую компанию. Сегодня у нас много гостей. Да-да, пожалуйста. Представляю, как небольшой компанией будет весело слушать, почему мы не сошлись с характерами, почему хотим разойтись и какие ставим друг другу условия. Хорошо. Что ты предлагаешь? Ты удивительно находчив. Оставь. Слезь. Послушай. Давай сделаем вид, что мы безумно влюблены друг в друга. Влюбленных никто не станет беспокоить. Ты можешь притвориться? Попробую. Тогда начнем. Спальня принадлежит мне, столовая тебе. И речи быть не может, спальня вдвое дороже. Возьми себе в придачу ковер. Потертый-то. Так мы никогда не договоримся, ты всегда был жадный. Я? Да я... Осторожно, сюда иду. Что будете кушать, вы уже выбрали? О, да. Мы надеемся на ваш вкус. Яичко малев? Два. Фаршированный перец? Два. Три. Три. Сазан заливной, филе макбон, жульен и фри под белым соусом. Хорошо, очень хорошо. Итак? Спальня принадлежит мне, может взять торшер. И радиоприемник. Не может быть и речи, скорее целы уйдут. Извините, что будете пить. Шампанское. Три бутылки. Конечно, спальня это идея твоей драгоценной мамочки. Ну и что, если идёт? Она имеет право вмешиваться. Да, к сожалению, она слишком часто вмешивалась в нашу семейную жизнь. Поищем другое место. Субтитры создавал DimaTorzok Ну хорошо, спальню мы поделим по панамам. Согласен. Столовую тоже по панамам. Согласен. Ковёр выкинем. Согласен. Зато горку я возьму себе. Согласен, ты хочешь меня ограбить. Ладно, бери горку себе с безделушками, со всеми. Нет, я не могу этого принять, оставь себе. Да нет, зачем мне. Бери себя вместе с балериной, с красной вазой. И ты их так любишь. А ты разве не любишь? Вообще-то да. А картина? Реплероной. Как часто мы любовались ею. А пейзаж закат в Татрах. Сколько раз мы мечтали побывать там? Вот и надо было побывать тогда, может быть. Мы бы теперь не договаривались об условиях развода. Знаешь, у нас собирается поездка в Туристское, недель на пять. И неделя в Татрах. Слушай, поедем со мной. Сейчас никого нет поблизости. Скорей целуй. Спасибо. Продолжение следует...